Всем привет! В этом видео я хочу открыть мини, хотя даже не мини, а микро серию по профилированию. Рассмотрим простые инструменты, которые у нас есть, скажем так, есть из коробки, чтобы не бежать подключать отдельные программы, а то, что нам GTK уже поставила, и то, что есть в идее, о чем это я, о профилировании. То есть, когда мы напишем свою какую-нибудь программу, зачастую в ходе ее работы мы видим, что программа ведет себя не совсем так, как мы бы хотели. То есть, например, оно может тормозить, и мы хотим вычислить в этот момент, почему тормозит. Или вот я сегодня вам предлагаю начать с простого, с рассмотрения, с дедлога. То есть, каким образом мы можем поймать эту проблему. Я предполагаю, что вы знаете, что такое дедлог, поэтому я тут особо руководствовать не буду. Просто покажу код и покажу, каким образом с помощью IDE мы можем данную проблему зафиксить. И, соответственно, внести соответствующие корректировки в наш код, чтобы такой ситуации больше не возникало. Так, что из себя представляет код? Здесь один класс, в который я запихал все необходимое, чтобы прорегистрировать данную идею. Так, у меня есть классический аккаунт, то есть я буду с одного аккаунта передавать другому аккаунту определенную сумму денег с помощью метода SEND. Поскольку я хочу, чтобы мое действие было атомарным, я, естественно, использую два блока SYNCHRONIZED. То есть, сперва я блокирую аккаунт A, потом аккаунт B и выполняю вот эти две операции в атомарном режиме. И данная функция заканчивается. И все это, то есть, я запущу сто тысяч раз, чтобы быть уверенным, что я поймаю deadlock. Deadlock, к слову, вы не всегда, не каждый запуск программы будет заканчиваться deadlock. Она может быть отработать корректно, может, некорректно. Это как вам повезет. Собственно, профилирование именно про это. То есть, когда вы вроде думаете, что отлично написали программу, она работает, у вас даже тесты вроде как прошли, и все, по идее, хорошо, но зачастую, оказывается, все не так, как вы думали. И тут нам помогают некоторые инструменты профилирования. Итак, что ж. Что мы здесь ожидаем? Я вот сейчас запущу программу, и, конечно, возможно, я этот злог не поймаю, но тогда я запущу второй раз. Но, по идее, то есть, в какой-то момент каждый из потоков захватит соответствующий аккаунт и попытается... То есть, каждый из потоков зайдет вот в первый синхронизм блок, и, скорее всего, будет такой момент, то есть, когда они захватили первый... вошли в первый блок, и им нужен... Они хотят второй аккаунт захватить, а что будет невозможно. Так, ладно, как я уже сказал, что вы понимаете концепцию дедлога, я все же немножечко про другое хочу и не хочу тянуть видео на большое количество. Вот, ладно, здесь уже, в принципе, продемонстрировано, да? Давайте я по новой запущу. И, как мы видим, вот если бы у нас, смотрите, все отработало бы идеально, все отработало бы идеально, то есть, если бы не было дедлога, наша программа уже бы завершилась. Всего 100 тысяч операций, это... Ну, на современных компьютерах это за секунду делать. О, какие секунды! Меньше, чем за секунду. Там еще, возможно, какие-нибудь оптимизации применились бы. Ну, ладно, не за суть. Смотрите, теперь у нас у идеи, вот здесь вот панелечка есть прикольная, и есть фотография, и идея предлагает нам dump thread, то есть, снимок, снимок тредов, то есть, мы можем посмотреть, что происходит. И очень удобно идея делает анализ, то есть, мы видим, что два треда заблокированы. То есть, они в ожидании друг друга, тред один и тред два. То есть, вот такой вот есть простой инструмент, как вы можете обнаружить некую проблему относительно многопоточности. В частности, проблему возникновения дедлога. В принципе, в реальных приложениях, на самом деле, поскольку вы в этих чистых страдах вряд ли будете писать, будете использовать обычно на более высоком уровне абстракции, и совсем уж такой дедлог будет сложно поймать, но иногда приходится писать и такое. И вот у нас есть такой инструмент. Что нам? Классический, ладно, всё, уже, пожалуй, скажу. Классический выход из данной ситуации, когда мы хотим выйти из дедлога, так, это, вот смотрите, вот у нас есть айдишник, да, у аккаунта. И по идее, вот когда у нас аккаунтов много, мы их всё равно сможем отсортировать по айдии. Так, так. И здесь выход такой, мы просто ставим if, если айди меньше а б айди, то мы входим вот в эту вот блокировку. Иначе... Так, сейчас подправлю. Иначе, иначе, иначе мы входим в другую блокировку. То есть, у нас всегда присутствует один и тот же порядок. Поэтому никогда не возник такой ситуации, чтобы... Возник дедлог. То есть, это вот такой вот классический способ, как мы можем увильнуть от данной ситуации. Так что, сколько бы раз я сейчас на самом деле не запустил, у меня всегда бы отработалось хорошо. Поскольку у меня порядок всегда один и тот же блокировки. Да, я понимаю, что одного раза мало, но здесь тематически видно, что проблемы никогда не возникнут. Потому что всегда есть чёткий порядок. Вот так вот, очень-очень просто, можно разобраться с дедлогом. На этом всё. See you next time.